Привет! Я в Филадельфии и это видео будет в русском. Вид из моего окна сегодня утром. Красиво, еще самолеты бывают, пролетают. Филадольфию именуют городом братской любви, ведь именно так переводится ее название с греческого языка. А местные жители свой город именуют просто Фили. В Филадельфии очень много граффити и сначала я подумала, что это тоже граффити, но оказалось, что это мозаика. Вот такая прикольная улица со старыми домами. Соль стали сыпать на дорогу. И кстати, в Филадельфии самая старая улица называется Elfers Alley и она берет свое начало в 1736 году. А вот еще одно граффити и там дальше тоже что-то такое интересное изображено. В Филадельфии огромное количество музеев. Город является крупнейшим экономическим, политическим и туристическим центром Америки. И в те два дня, когда мы были там, в Филадельфии проходила ярмарка Rockwell Automation. Обычно такие крупные выставки и ярмарки проходят в Convention Center. И здесь также недалеко находится Академия изобразительных искусств. И я решила туда отправиться. На улицу пошел сильный снегопад. Надо прятаться быстрее. В Академии много интересных, красивых работ по изобразительному искусству. Но должна честно сказать, что некоторые работы современных художников мне непонятны. Вот, например, экспозиция тапочки с колесиками. И как бы я не знаю, что этим хотел сказать автор. Ну, произведение искусства. Видимо, я чего-то не понимаю. Мы пришли в одно из самых популярных мест Филадельфии, которое называется Reading Market. Это самый старый рынок Филадельфии, основанный еще в 1893 году. И здесь вы можете отведать кухни разных народов мира. Китайскую, тайскую, европейскую. В общем, на любой вкус и цвет. Некоторые кафе, рестораны и пекарни здесь имеют практически столетнюю историю. Так что, как вы сами можете судить, это место стоит посетить. Филадельфия славится своими чизстейками. Вот. И мы приехали в одно место. Первое называется второе место называется ginous и я вам сейчас покажу они работают 24 часа в сутки и вот за мной очередь из машин достаточно такая большая здесь может быть чтобы не видно по камере но блин люди 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 просто просто бегут сюда чтобы отведать знаменитые чизкейки почему я называю их чизкейками видимо потому что я люблю чизкейки вот сейчас я вам покажу да здесь вот фотографии знаменитых людей это пэтс а вот там дальше gino такое яркое здание вот вот эти все чизкейки и сверху также как и фотографии американских селебрити знаменитостей достаточно такое интересное место мы купили gino стейкс и сейчас приедем к гостинице будем их пробовать ням 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 вот так выглядит упаковочка посмотрим что внутри очень-очень вкусная булка с мясом так что если будете в филадельфии обязательно попробуйте мне реально понравилось привет филадельфия horse food court еще одно популярное место филадельфии мы собираемся пойти внутрь этому зданию уже больше ста двадцати трех лет она недавно открылась после ремонтных работ какой-то реновации и говорят что здесь очень вкусная кухня тоже раз и различные разных народов так что будем пробовать и вот первое разочарование за сегодняшний день кстати вот видите да здание очень старая как я и говорила она сегодня закрыта сегодня здесь частное мероприятие так что так что вот так лошадки на улицах города навозиком запахло смеется как хошьи здесь находится колокол свободы в этом здании сейчас мы пойдем снова пойдем смотреть индепенденс холл надеюсь мы туда попадем мы взяли бесплатный тур в визитор центр вы должны туда прийти и получить билетик бесплатный билетик для посещения тура пришли в парк напротив индепенденс холла а здесь проходит марафон вот с этой стороны индепенденс холл вертолетик летит много людей вокруг разговаривают вот вот эту башню сверху вы могли видеть в фильме сокровища нации где помните они искали подсказки и поднимались туда там в общем я ставлю отрывочек это место много полиции сегодня здесь из-за марафона вот он такой индепенденс холл место где берет свое начало конституция сша и декларация независимости вот и и и и и и и и и А сейчас мы идем смотреть колокол свободы. Первоначально колокол свободы был одним из главных символов американской борьбы за независимость от Великобритании. Надпись на колоколе гласит «И объявите свободу на земле всем жителям ее». На нем также указано, что колокол отлили мастера пас и стоу по заказу штата Пенсильвания. И сейчас мы увидим символ американской независимости, и вообще символ свободы. Колокол свободы является символом свобода от рабства, объединения нации и вообще свобода во всех смыслах. Колокол выглядит достаточно небольшим, но если посмотреть его параметры, весит он 943 килограмма, окружность составляет 3,7 метра и высота 1 метр. Музей Конституции Соединенных Штатов Америки. Такой большой красивый музей, в котором собраны интересные факты об основах государственности США, Конституции Соединенных Штатов, как она появилась и приведены различные факты и о том, как вообще строилась государственность Соединенных Штатов. После того, как я стала президентом, понаслушалась много всякой полезной и интересной информации, прониклась духом американской демократии, можно идти дальше. Помните фильм Рокки, где он бегал и тренировался на ступеньках, вот за мной эти ступеньки? Филадельфия Музеем О'Арт. Вот как это выглядит при свете дня. Все бегают, все носятся и хотят быть Рокки. Я побежала. Я, конечно, Рокки и Сильвестр Сталлоне, но я пробежала. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Жду вас в следующий раз на моем канале. Поставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить все самое интересное. Пока-пока. Рокки. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова